Здравствуйте! Приветствую всех на канале Веденоскопедия Кориосарам. Меня зовут Ким Герман Николаевич, я доктор исторических наук, профессор, директор Центра Кориеведения Казной имени Альфа-Раби. В настоящее время профессор, как в Троистории, Сеульского университета Кунг-Кук. Сегодня я хотел бы презентовать новый плейлист на канале, который называется «Герои труда». Имеется в виду, на этом плейлисте будут размещаться видеоматериалы и биографические сведения о героях социалистического труда. В настоящее время в Москве Дмитрий Шин и его коллеги занимаются этим проектом, составлением справочников корейцы или советских корейцев, героев социалистического труда. И, вероятно, займет еще некоторое время, чтобы эта книга была готова и издана. В свою очередь, в настоящее время, мои студенты и магистранты, работающие по проекту казахстанскому, диаспорам Казахстана, в частности, и по корейцам Казахстана, они уже получили задание и занимаются сбором информации о героях труда корейцах Казахстана. Поэтому понятно, что первые видеоматериалы будут о них, о казахстанцах. В Казахстане была издана пятитомная серия героев социалистического труда казахстанцев. В нее, разумеется, вошли краткие биографические сведения героев труда корейцев. В большинстве случаев они сопровождались и фотографиями черно-белыми, зачастую и плохого качества. Но, тем не менее, это хорошая основа, текстуальная, чтобы давать комментарии к видеосюжетам о героях труда казахстанцах. Мой опыт поисков в интернете, просмотра сайтов, видеохроники или то, что оцифровали в наших центральных государственных архивах, показал, что найти какие-то видеосюжеты очень сложно. Даже тех, кто оставались вместе с нами в 90-е, 2000-е годы. Если есть эти видеозаписи, зачастую эти видеозаписи были сделаны южнокорейскими исследователями и сопровождались пояснениями на корейском языке. То есть предстоит сложная и большая работа, чтобы заполнить этот плейлист. Но я подумал о том, что есть выход из положения. То есть из тех фотографий, которые имеются на сегодняшний день, фотографии имеются в виду о герое социалистического труда корейцах, а они есть в большем, естественно, количестве, чем видеофайлы, видеоматериалы, то можно составить презентации, парпоинты, а затем их конвертировать в видеофайлы mp4. И таким образом их можно будет выставлять на канале ВЭКС в YouTube. Замечательно, если эта инициатива была поддержана корейцами Узбекистана, либо проживающими сейчас в Ташкенте и в других городах, либо уже перебравшись сюда, в Корею. Обращаясь ко всем, у кого есть какие-то фото, видеоматериалы, или же тексты, вырезки из газет, я думаю, что в семейных архивах они могли сохраниться. Обращаюсь с просьбой поделиться, чтобы появился этот плейлист.